Но вся остальная Россия – это жопа мира. Так за что вы славите вот эту жопу мира? Вы мне так и не можете ответить, да? Москва чем вам не нравится? Я не сказал, что Москва не нравится. Москва – устроенный, высоко благоустроенный город. Единственный в России. За что вы славите Россию? Все, да, ответ закончен. Какие достижения при Путине российские вы можете гордиться ими? Приведите хоть одно. Да, там много можно. Много не надо, одно приведите. Очаков ТВ представляет. Я вас знаю. Откуда? Блин, Виталий Реутов, по-моему, с вами общался. А, вот этот АУЕшник, который… Наркоман вот этот вот… Да, 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 да. Сидевший, который продался администрации, да, сученный вот этот. Это этот Реутов, да, помню его, да. И как он вам? Ну как, я только что вам описал его. Как он мне? Кстати, по поводу этого, Виталий Реутов, который, вы говорите, там, какой бы он ни был, плохой, хороший и так далее. Он вас, знаете, попросил вы что сказать? Кому? Шутка на три рубля. Шутка за три рубля. Молодец. Молодец, блин. Остряк, Остряк попался. Прям шутка удалась. Здравствуйте, товарищ. Привет. Я, по-моему, вас знаю. Откуда? Как русские влаги. Ну, влаги русскими встречались. А, может быть, они меня выставили, кто-то не знает. Да, да. И вот это, как вам, в ракурсе не попросил. Ну, вы молодец, на самом деле. Я уважаю вашу неправильную точку зрения. Мне нравится. Вы ставите лайки? Вам? Да. Да, боже мой. А почему? Мне нравится. Потому что я считаю вашу точку неправильную. Ну, а в чем вы ее считаете неправильной? Ну, все, давайте пообщаемся. Ну, давайте, конечно. Ну, выясним. Ну, выясним. Как вы считаете, у меня серьезный такой вопрос. Как вы считаете, политика Владимира Владимировича Путина, она правильная или нет? Ну, вы имеете в виду захватническая вот эта, конечно, не фашистская политика. Нет, конечно. Конечно, не правильная. А как вы ее определили фашистская вдруг? Вот вы манипулятор. Почему она фашистская? Потому что сейчас Россия... Паргомутственно. Да, не Гитлер. Нет. Тихо-тихо. Будете ругаться, я переключусь. Для чего? Для чего вы ругаетесь? Я просто матом разговариваю. Будете ругаться матом, я переключусь. Я же вас ненавижу. Вот и черт. Ну, все, пошел. Он ненавидит. А я его прям обожаю. Блин, он думает. Нет, чувак. Все взаимообразно. Слава России! За что? Куда? За что слава России? Слава России... За что? За что, Слава? За что вы славите Россию? Ну, потому что вы не там. Что хорошего в России, за что ее можно славить? Ну, потому что вы не там. А, это хорошо, да, для России. Больше ничего хорошего в России нет, кроме этого, да? Ну, да. Вас нет, это кайф. Меня нет, а все остальное говно в России. Но за это вы славите Россию. Вас нет, и это кайф. А что хорошего есть в России? А что в Киеве? Что хорошего есть в России, за что вы ее славите? А вы спросите у американского репортера. Я у вас спрашиваю. Что хорошего есть в России? Вы же россиянин. И вы не можете ответить на простой вопрос. Что хорошего в России, за что вы ее славите? В Москве были? В Москве были? Когда-нибудь? Я даже жил в Москве. Жили в Москве? Конечно. Все бестолково? Я раньше сказал, что все бестолково. Что-нибудь получили в Москве? Смотрите, Москва это не Россия, это первое. Москва это не Россия. Это отдельный город, который большого отношения к России не имеет. Россия это нищая, грязная, убогая территория. Дикими вот такими, как вы, людьми. Москва это единственный город на самом деле. Ну, Питер так еще с натяжкой. Более-менее похож на современный город. Да, Москва. Я тут согласен с вами. Но вся остальная Россия это жопа мира. Так за что вы славите вот эту жопу мира? Вы мне так и не можете ответить. А Москва чем вам не нравится? Я не сказал, что Москва не нравится. Москва устроенный, высоко благоустроенный город. Единственный в России. На что вы славите Россию? Все, да, ответ закончен. Какие достижения при Путине российские, вы можете гордиться ими. Приведите хоть одно. Да, там много можно. Много не надо, одно приведите. Все, ответ закончен, да? Понимаю. Нет, подождите. Ну, вы же не даете мне. Давайте. Нет, думайте, думайте. Хотя бы потому, что мы не живем так, как вы живете при Зеленском. Сейчас у нас хорошие зарплаты. Моей маме мне дали бесплатные квартиры от космодрома Байконур. Хотя бы. Достижения российские назовите. Причем тут вы лично. Вы же славите Россию за ее какие-то достижения. Какие достижения в России? У нас. У нас. Так вы, блядь, от своих наглушек. Тихо, не ругайся, будешь ругаться матом, я переключусь. Какие достижения в России? Какие достижения в России? Все. А, обделался. Ну, понятно. Человек перешел на оскорбление, на мат. Понятно, когда ответить нечего, они все вот таким образом сливаются. Начинают орать матом. Начинают вертеться на бутылке задницы своей насаженной. Для чего? Спокойно бы ответил мне. У тебя же ответа нет, я понимаю. Ну и все. И он в результате, естественно, он убежал. Как их бесит этот вопрос. Назовите мне достижения, за которые вы славите Россию. Нет, их много. А ты такой-такой, да. Это лайк, друзья. Ставим сейчас прямо лайк. Нажимаем на колокольчик. Подписываемся на все каналы. Очаков ТВ-1. Очаков ТВ-стрим. Там новые ролики выходят постоянно. Четвертое. Это распространяем. Распространяем. Киньте себе Facebook, там не знаю, куда там у вас это. Telegram. Киньте в свои соцсети. Вам это ж не сложно, чтобы распространить ролик. И обязательно комментарии, конечно. Я стараюсь читать все комментарии. У меня не получается, честно скажу. Но большинство комментариев я читаю. Особенно там первые вообще, первые много я читаю, когда только выходят. Но и потом тоже я захожу, и когда у меня есть возможность, время, я читаю. То есть я большинство комментариев читаю. Делитесь ими и сами читайте. Это же интересно. Знаете, я прям по комментариям прохожусь, как прям вот какой-то рассказ. Понимаете, мне лично это интересно. Все, друзья. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok